Приветствую вас. В вашей проблеме, в вашем вопросе можно выделить несколько аспектов, которые необходимо вам самой для себя зафиксировать как отдельные, но в то же время взаимосвязанные элементы, образующие то, почему вы оказались во своей ситуации. Вот в этой ситуации, в которой вы оказались. Значит, смотрите. Первое. Это неудовлетворенность либо какие-либо внутренние проблемы вашего мужа. То есть, муж переписывается с другими девочками. Значит, он что-то через них получает. Что-то, чего не получает от вас. Вот. Это первое. Второе. Вы, когда это произошло, ну, впервые, впервые, позволили ему это делать. То есть, вы, когда это произошло в первый раз, вы не ушли, вы приняли это, и муж понял, что он может так делать. Возникает вопрос, почему вы так поступили. Возникает вопрос, почему вы решили так сделать. Возникает вопрос, что помешало вам, грубо говоря, уйти от этого мужчину? Ну, например, раньше, когда у вас не было детей и так далее. Короче говоря, короче говоря, какое мнение о себе вам не позволило... Какие мысли о себе, о представлении о себе не позволили вам уйти от этого мужчину? Какие страхи, может быть эмоции, чувства, мысли сделали возможным то, что вы приняли? Вы приняли такое его поведение? Такое его отношение к вам? Дальше. Как вы, несмотря на это, допустили, что у вас родился ребенок? Ведь уже здесь явно, что мужчина вас принижает. Ну, грубо говоря, да, он вас принижает, вы не единственная женщина в его жизни и так далее. То есть, важно ли это? Да, важно. Почему вы позволили, опять же, мужчине так себя с собой вести? И почему позволили, значит, завести с ним ребенка? Понимаете, да? О чем идет речь? Дальше. Следующий момент. Ваш муж угрожает вам, что заберет ребенка. То есть, шантажирует вас. Задекает вопрос. Задекает вопрос. Понимаете ли вы Свои права Ну, с юридической точки зрения, я имею в виду. И отдаете ли себе отчет в том, что мужчина вас не сможет победить, грубо говоря, в том, что касается, значит, ну, родительских прав. Потому что суд всегда на стороне матери выступает. Значит, здесь в этом случае рекомендуется вам, ну, грубо говоря, здесь вам рекомендуется в обязательном, просто в обязательнейшем порядке обратиться за юридической консультацией. К юристу. Хотя бы у нас на нашем ресурсе. Да? Дальше идем. Вы говорите про интим. Вроде не очень понятно. Так вот. Вы соглашаетесь на интим с мужчиной, который вас шантажирует ребенком. Почему? Дальше. Так он хороший, заботливый, муж и отец. Ну, здесь на самом деле вопрос вашего выбора. То есть, либо вы выбираете и смиряете с тем фактом, что человек, грубо говоря, флиртует с другими женщинами. Ну, взамен, по-моему, тоже хороший отец и муж. Да? Либо вы выбираете быть для него единственной. А... Ж... Жен... Женщиной. Вот. И тогда я полагаю, что нужно менять своё поведение. Выберите для себя, он заботливый мужчина или он всё-таки ненадёжный мужчина. То есть, вот это, вот это нужно вам определить для себя, хотя бы, потому что есть некий, знаете, такой контраст, скажем так, между тем, что вы говорите, что вот он мне, вот он, по сути, переписывается и украшает мне собрать ребёнка, что не характеризует его, как заботливого мужа и отца. И вот вы уже говорите о том, что он заботливый муж и отец. То есть, тут нужно определиться вам самой, опять же, в этом аспекте. Да? Дальше. 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 Постоянно в телефоне, если раньше это были женщины из другого города, то сейчас появились из нашего. Как он говорит, познакомился с ней через соцсеть. И что? Не понял, к чему вы это написали. Что он познакомился с ней через соцсеть. И? Какая разница? Понимаете? Не совсем здесь понятно. Дальше не понятно, как мужчина объясняет своё поведение, почему он считает для себя это допустимым. Как вообще он пришёл к этому? Или он считает, что это в норме? Понимает ли он, что это унижает вас? Если понимает, почему продолжает, если не понимает, почему вы позволяете ему не понимать. Вот. Значит, как быть, не знаю, если извелась вся. А извелась вы на почве чего извелись вы? Ну, то есть, из-за чего извелись? Из-за того, что он переписывается с другими, женщинами? Или из-за того, что он хороший, заботливый муж и отец? Ну, вот. Значит, такая вот у него особенность. То есть, вы, опять же, как-нибудь сами для себя постараетесь выявить одно и другое. Ибо пока непонятно абсолютно, чего вы сами хотите в этой ситуации. Или вы извелись, потому что он ребёнка вам, грубо говоря, ну, не хочет отдавать, скажем так. Или тем, что шантажирует вас ребёнком. Ребёнком. Понимаете? То есть, ну, вот постарайтесь определить эти вещи. Да? Они важны очень на самом деле. Эти моменты для вас. Ну, если вы хотите решить вот проблему свою. Что для вас сейчас важнее всего? Вот. Если ребёнок, то это юридическая консультация. Если, грубо говоря, не ребёнок, а, допустим, вот, чтобы он перестал это делать. Да? То есть, перестал общаться с другими девушками на интимные темы. Это анализ вашей семьёй, вашей семейной жизни и ваших отношений. В том числе, того, что его возбуждает, что привлекает, что заставляет чувствовать себя мужчиной. Если это ваше понимание того, что, как бы, будущего у вас быть не может, ну, в принципе, как бы, уже, да, уже будущего быть не может. Абсолютно. Да? Вот. То в этом случае я полагаю, что, ну, нужно вам работать над своей самооценкой. Потому что, явно, самооценка у вас в некоторой находится, ну, такой, на некорректной форме. Именно из-за того, что вы позволили всему этому случиться с вами. Выбирайте. И, соответственно, исходя из того, что вы выберете, можно будет с вами работать уже тогда. И можно будет вам помочь. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Спасибо. 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 Спасибо.